так перед вами законченная работа свидания от панны работа прекрасные девочки какие цвета просто прелесть вероятно летний сюжет романтичный я не пожалела что вы остановил свой выбор на ней и я думаю что тому кому она предназначается она очень даже подходит оформлять я ее буду как говорил уже ранее для оформления у него будет прикладную как говорила ранее это вы увидите уже в следующем кусочке видео покажу вам сейчас и поближе она полняется несложно но где полукрестом в одну ниточку понятно что там участки участками но в общем-то до кропотливы получается но не сложно при этом кропотливы несложно бэкстич выполняется легко совершенно не напрягает в общем-то вроде вы и много и немного цвета потрясающие девчонки просто вообще просто потрясающе сочетание цветов дизайнер молодцы конечно очень хорошо поработали в общем то мне очень нравится снимаю вечером ну потому что днем уже не смогу вам ее снять так как вечером после работы буду ее уже оформлять вот поэтому снимаю вечерним при вечернем освещении на в принципе цветать чуть чуть более насыщеннее чем реальности чуть-чуть совсем ну да незначительно очень красивый дизайн вот детальки покажу посмотрите как выполнена рубашка то есть вот эти складки с помощью бэка и ну все в общем даже с помощью цветов ниточек как все передается прекрасно сочетание цветов рубашки молодого человека и платье наверное девушки может быть не платье может это курточка потрясающее сочетание мне очень нравится вообще люблю все эти цвета коричневый цвет у скамьи меня ни разу не напрягал но я в принципе когда вышиваю меня нет такого что мне там раздражает какой-то цветом это ну некоторым девочкам например не могут когда много-много зеленого или много-много коричневого хочется побыстрее перейти каким-то другим цветам да иногда цветов каких-то хочется но вот как вот эти например маке наверное вау раз и цветовое пятно прекрасно вообще смотрится прекрасно все в меру то есть я как бы спокойно вышиваю не заморачиваюсь на самом деле вот вышивала я на линде цвайкарт которую линду из набора не стала использовать ну там кусочек маленький вот мне нужно было побольше для для простора мысли в случае форму при оформлении вот ну и вообще это линда она конечно цвайкарт хлопок весь хлопок чинок сказать там подмес какой-то плохая на нормальные том что используйте небольшом дизайне вот такая вот прелесть получилась прекрасно не очень понравилось подальше попробуем показать вот так это выглядит вот так вот а далее вы увидите уже оформлению это работа надеюсь что все получится как я задумываю все будет очень даже симпатично потому что в субботу мне надо это вручить вот показываю вам готовый результат сняла с рамы от утюжила и сейчас буду оформлять оформлять я буду декоративную подушку ткани тоже мне уже подобранная сейчас буду шить ну хочу подушку сделать на пуговицах обычно на молнии делаю потайной в этот раз решил на пуговиц мне кажется поле стильно и уютно получится пуговки я тоже подобрала значит приклеила я дублерин на обратную сторону использую дублерин не флизелин флизелин не люблен тоненький он как бы не так надежно клеится как все таки дублерин и и не всегда хорошо приклеиваться почему-то вот поэтому я использую обычно дублерин снизу сверху оставил необходимое количество линды значит снизу мне 4 сантиметра с учетом припуска там 0 7 у меня лапка сверху меня 5 сантимет сверху составлять чуть больше чтобы было воздух чтобы вышивка не казалось зажатой не выглядела зажатой особенность нужно там чтобы ощущение было пространство да тоже все таки как бы считается что улица небо и так далее вот сверху снизу буду добавлять полоски ткани по 9 сантиметров с учетом припусков каждая потому что вернее по 10 до по 10 с учетом припусков каждый потому что у меня линда по высоте было недостаточный кусочек для подушки размером 40 на 40 по ширине достаточно пока полосочек никаких не будет вот далее покажу уже выкроены полосочки и притачиваем их собственно к лицевой стороне будущей наволочки выкроила я полосочки по 10 сантиметров в высоту в ширину вы видите она пошире но это после притачивания я лишнее отрежу бокам и сверху если потребуется но сверху думаю что там не потребуется делается это для того чтобы ровненько потом ровный квадрат вот этот был 40 на 40 на 40 на 40 плюс прямо плюс припуски вот поэтому как бы вот так вот следующий этап будет уже притаченные полосочки полосочки при кол я приколол ли соответственно сложив их лицевой стороной с лицевой стороной вышивки сколола булавочками сейчас буду прокладывать строчку далее я их разутюжу шовчик и скорее всего проложу еще в крае еще одну декоративную строчку чтобы все хорошо держалась значит подобрала такие ниточки они у меня были в наличии нитки использую гамма бюджетные варианты достаточно прочные и естественно что не армированные ниточки обычно подбираю либо в ткань к не либо на тон пол то четверть тонна темнее то есть никогда светлее на меня так учили свое время в общем-то и я с этим согласна ну данном случае меня одна катушечка была уже вскрытые в общем-то тут она нитка попала в тон и даже чуть вот может быть темнее даже ну в общем примерно в тон так как ткань и неоднородная тут не не гладко крашены вот я решил основном все внутренние будет отделочных может быть пар швов и ну и петли если потребуется значит я вскрою вот эту катушечку посмотрю как там и так я проложила строчку ну то есть сначала соответственно эти полотки с куском с вышивкой проложила строчку и все-таки я решил проложить декоративную строчку так вот и в край прокладываю видите в край там где-то примерно миллиметр-полтора от силы максимум вот с обратной стороны это выглядит вот так вот зигзагом я все равно сделала потому что так как подушка будет в эксплуатации и наверняка когда-нибудь потребуется ее стирка но в любом случае время от времени вот соответственно чтобы в края во время стирки все равно не обтрепывались там неважно насколько эти ткани мало осыпаемым много осыпаем в таких вот если у шов не закрыт я предпочитаю все-таки либо ножницы зигзагом для подушки это не люблю потому что при утюжке зигзаг этот может с лицевой стороны давать след такой зигзага именно вот а так как человек который будет эксплуатировать он как бы шину не шьет в принципе да и ну в общем у нее нет навыков как утюжить подобное изделие поэтому вот вот так вот это выглядит пока вот так сейчас значит буду делать задник подгоню под размер подушки соответственно лицевую сторону потом буду выкраивать задник и стачивать его по ходу процесса буду вам включение делать ну вот думаю примерно так я сделала двойной подгиб это будет нижняя часть чтобы не понимать ширину высоту вот этого подгиба мне нужно я положила пуговку чтобы было не очень узко да чтобы это красиво потом смотрелось потому что естественно верхняя часть это клапан так называемый да на котором будут именно петли нужно будет чтобы он перекрыл эту часть соответственно да то есть они состыковались и при этом пуговки застегнутом виде смотрелись красиво между строчками между краем и строчкой верхнего клапана я думаю что такой вариант оптимально не очень широко не очень узко пуговки такие подобрала иголочки кстати кому интересно кто живет в москве ну по крайней мере в наши иголочки ткани петчверк уже достаточно давно в распродаже по 60 рублей за кусочек огромный выбор огромный стенд правда мои девочки говорит что в разных районах видимо по-разному где-то по 80 рублей причем это от недалеко от нас еще одна иголочка там по 80 рублей и не очень ассортимент наши шикарный ассортимент я уже наверно с начала зимы там примерно отовариваюсь периодически захожу что-нибудь донахожу надеюсь что это продлится и дальше пусть и ткани которые стоили допустим 180 рублей да там за кусок или там 130 рублей они стоят сейчас 60 и они постоянно пополняет этот ассортимент обновляет его и выбор шикарный ну это вот у нас это москва на севере москвы там в районе речного вокзала ближайшая иголочка так вот я положила линеечку чтобы понимать какой верхний размер клапана должен быть то есть по ширине понятно будет такой же как ширина подушки а по высоте я значит у меня получается 21 сантиметров плюс двойной подгиб это значит подгиб у меня четыре сантиметра умноженное надо то есть плюс 8 сантиметров суммарно верхняя часть кусочками нужно раскроить высотой 29 сантиметров и потом сделал так же двойной подгиб значит я отутюжил обе детали подушки верхнюю и нижнюю именно за детали задника проверил что они совпадают если задник совпадает по размеру с лицевой стороной подушки значит сейчас я сделаю строчку то есть подгиб пристрочу и далее сделаю петли но это будет две или три пуговица я что-то предполагаю что у меня их будет три хотя я видела там другие шьют по две но мне кажется я бы сделала хотя может быть и две смотрю в общем а и после этого буду уже стачивать детали лицевой стороны и обратной стороны аллочки вместе с помощью белевого шва это как бы последний уже будет этап значит вот с обратной стороны с изнаночной стороны детали с подгибами я сколола булавочками подгибы чтобы они не смещались во время прокладывания строчки и по мере прокладывания этой строчки я буду убирать булавочки чтобы не образовывались никакие защипы вот так я разложила пуговки в общем буду делать я три пуговки потому что 200 это мало на мой взгляд потому что я боюсь что когда две может опорчиться когда в подушечку все это уберешь чтобы ничего не то порчилось все плотненько лежала я решила сделать все таки три пуговицы нашла центр детали это значит вот эта деталь она вверху по верху по вертикали складывается пополам вот центр видите сгиб значит центр пуговицы нашла на высоте края пуговицы чтобы был на высоте от края вот этого детали сантиметр чтобы визуально это потом пуговицы не съехала когда ее пришьешь и в общем то от центра каждой пуговицы от центра следующие по 12 сантиметров я отложила это будет достаточно вот и естественно учла откладывал что с каждой стороны где-то по 7 миллиметров у меня уйдет на шов будет больше потому что это белевой шов значит смотрите я сколола изнаночной стороной к изнаночной стороне по лицу сторону с вышивкой и задник то есть складывать изнаночную сторону с изнаночной стороны но для надежности сначала я сколола вот по это значит обе детали соединил строчку вот увидите да вот и сколола их вместе чтобы они не сдвигались далее я сколола соответственно по периметру вот это все уже и для надежности дополнительно насквозь все детали включая вот эту сторону вот такой длинной булавочкой с одной стороны и с другой стороны чтобы опять же это место мне никуда не сместилось во время строчки вот и дальше начинаем аккуратненько прокладывать строчку после того как я проложу строчку я сниму все булавки естественно ее от утюжу выверну ее на уже изнаночную сторону и проложу еще одну опять же от утюжу и проложу еще одну строчку значит петли я пока прорезать не стала опять же чтобы избежать лишнего движения ткани пока с ней работаешь то есть петли я буду прорезать вспарывателем уже в конце когда все будет соединено и так далее и потом уже просто как вот будут прорезаны петли я отмечу место где будет пуговка центр петли до пришиваться вот и уже пришью пуговки подушечка будет готова петли сделала вертикально потому что мне показалось что так будет красивее когда вот что петелька торчит видно с двух сторон не по горизонтали по вертикали можно по горизонтали это не принципиально потому что там незначительно все это видно а так конечно можно было бы что воздуху побольше если вы захотите чтобы отсюда особо можно сделать горизонтальные возможно даже это будет и удобнее при застегивании что-то решил делать вертикально посмотрим за одну там все равно постоянно туда-сюда не по застегивать расстегивать не будет только между стирками как говорится вот но вы не бойтесь значит шить подушки и со светлой из светлых тканей со светлой основой потому что я например шила одну подушку черепаху кто видел у меня в инстаграм овина она естественно на белые тоже линди и она у меня уже год и я ее не стирала то есть она идеально чистый то есть но если какая-то там пылинка там попадет или кошки шерсть от кошки то я просто липкой щеткой прохожусь а вот с точки зрения того чтобы постирать и нет необходимости то есть они не загрязняют эти подушки как некоторые боятся ну конечно суп на них есть не надо и ботинки ставят понятно да а если на них голову не сжать они просто вот выполнять декоративную функцию но иногда там прислониться можно к ним единственный момент они могут конечно замяться это надо понимать вот то ничего с ними не будет в раз я думаю в год достаточно простирнуть ну кто любит особенно чистоту там стерильность и конечно могут это делать чаще но я не вижу такой необходимости штуч complained на белый идеально чистый игру пыль я с нее просто липкой щеткой снимаются там какие-то пылинки но то есть один раз в две недели где-то все своим декоративно прикладные там секе салфетки и прочее я просто прохожу с липкой щеткой я же не буду каждую неделю стирать то что это на комоде лежать да просто прохожу себе вот я пыль и параллельно липкой щеткой прохожусь по всей своей вышивке которая не защищена, которая на стенах без стекла и которая, например, в виде подушек, в виде каких-то салфеток, даже игольницы, тоже на них какая-то пыль может ложиться. Из таких профилактических целей, пожалуйста, достаточно этого. Так, сейчас буду прокладывать строчку. Строчку я проложила, отутюжила по периметру. Край и уголки срезала ножницами, зигзаг, уголки обязательно, достаточно близко к углу, но не совсем, чтобы не обрезать строчку и не порвать, и чтобы после выворачивания и прокладывания строчки уже с лицевой стороны, простите, с изнаночной стороны, вот этот вот этот край наш, он точно спрятался туда. Так как можно сделать, конечно, шире строчку, но я не рассчитывала на это, поэтому как бы, ну и не хотел, чтобы очень большой шов этот был широкий, да, скажем так, вот, поэтому я просто срезала зигзагом, ну и, соответственно, меньше мешаться будет, лучше будет ткань себя вести при выворачивании и строчке, да, и меньше толщины будет. Это всегда как бы плюс в данном случае, вот, ну и буду прокладывать стандартную ширину, может быть, чуть шире, там, на пару миллиметров буквально, чтобы точно мне вот этот краешек спрятался внутрь потайного шва, вот этого бельевого. Прежде чем прокладывать строчку, последнюю по шве подушки, значит, мы вывернули на изнаночную сторону ее и я всегда делаю такую наметку, то есть я руками вот выравниваю вот эти вот все этот шовчик, вот так вот его, как бы, да, зализываю, грубо говоря, и прокладываю такую ниточку, как для верлока, ну мягенькая, чтобы легко потом было выдергивать, меточным швом. После этого я утюжу, чтобы все хорошо легло, вот уголочки, от того, что мы их срезали и зигзагом еще обрезали, то вот так все тоненько, ровненько, в принципе, получается. Вот другой уголочек, пожалуйста, то же самое. Вот, сейчас я проложу строчку, наверное, все-таки сделаю чуть-чуть шире, на всякий случай, чем не просто ширина лапки, ну чуть-чуть, там, пару миллиметров прибавлю, чтобы наверняка мне все спряталось внутрь. В деле, конечно, еще побольше, но не хочу забирать у подушки размер. Вот строчку я проложила, от утюжила швы, вот так это выглядит с изнаночной стороны, вот, вот так выглядит зона клапана, все закрыто, поэтому если клапан даже зайдется, допустим, да, то вот здесь вот с этой стороны, вот с этой стороны нет никаких срезов. Ну, можно, конечно, наверно не заморачиваться, сделать срезы просто, то есть не заморачиваться белевым швом, сделать, как обычно, один единственный шов по периметру, но просто срезы заверлочить вместе, либо зигзагом, либо швом оверлок, если ваша машинка позволяет, может быть, у вас тоже оверлок есть, вот, то можно просто вместе заверлочить срез, то есть не каждый отдельно, а вместе, и тогда все будет прекрасно держаться, и ни оттуда торчать ничего не будет. Значит, по поводу петель, значит, петли всегда закрепляю нитку, но я никакие узелки уже не завязну, чтобы мелкий-мелкий зигзаг, вот, я просто, естественно, всегда хвостики все прячу внутрь, вот, потому что, если вы обращали внимание, когда в магазинах что-то покупаешь, очень часто петли со временем начинают ниточки как бы торчать вот тут по углам, это потому что их не хвостики подлиннее туда-назад не делают, а их просто обрезают, сделали петлю и обрезали, и со временем, естественно, все это начинает выскакивать и распускаться, в общем, ничего хорошего в этом нет, вот, сейчас я выверну на лицевую сторону, на примере, на подушку, после чего, надеюсь, что все будет хорошо, и я просто пришью уже пуговки, вот, еще разочком покажу, что получается, все, в принципе, аккуратнее, то же самое можно делать белевой шов вот так наружу, да, то есть с лицевой стороны, и делать, соответственно, его пошире, например, можно поуже, ну, как бы, такой, либо пошире, но я бы уже пошире делала, чтобы он выполнял уже такой декоративную функцию с лицевой стороны, вот так же будет выглядеть, когда вы подушечку ставите, у вас здесь вот это будет стачная часть, и она так, ну, красиво будет, как бы, вместе выглядеть, ну, я думаю, что вы видите, сейчас девочка часто, кстати, это мелькает, вот, можно делать с точностью его, наоборот, наружу, ну, вот так вот получилось, мне нравится, я довольна, вот, получилось очень даже симпатично, цвет здесь чуть более насыщенный, чем на самом деле, на самом деле он чуть-чуть побледнее, но, собственно, сама вышивка, да, она чуть-чуть поспокойнее цвета, вот, но, к сожалению, при дневном свете завтра, скорее всего, уже не получится мне вам снять, потому что мне завтра ее вручать, вот эти шовчики, швы, отделочный шов, вот сама вышивка, вот так вот выглядит подушечка, сейчас я постаралась вам как-то вот все это более-менее показать, сейчас покажу вам обратную сторону, подушечки, это моя подставка, знаете, как вы уже поняли, все не улетело, вот, вот обратная сторона, с пуговками, все как положено, подушку я взяла другую, из имеющейся уже у меня дом, потому что та все-таки слишком пузатая, вот, я ее немножечко вытряхну из нее, этот наполнитель, чтобы она была немножечко чуть менее объемом, эту я подушку, которая внутри сейчас, я ее делала сама, это, как вы понимаете, 4 шва и 2 куска ткани, вот она, она такого голубоватого цвета, вот, я ее делала сама, когда дочка сделала свою вышивку, я ей сшила наглочку, вот эта вышивка с олененком, ну, в инстаграм, вы меня, может быть, видели, есть такая вышивка, оформленная олененок от Алиса, который маленький такой, вот, и, собственно, делала подушку, ну, потом, съездив в Икее, я поняла, что в Икее дешевле купить готовую маленькую подушечку внутреннюю, и, собственно, уже потом я покупала для черепахи в Икее, там, что-то дешевле, чем я покупала наполнитель в той же иголочке, да, я же не в оптом беру, а в розницу, и ткани там были, в общем-то, тогда еще не по скидке, за 60 рублей кусочек, да, вот, соответственно, ну, в общем, подушка была, как подушка в обычных розничных магазинах внутренней, не в Икее, конечно, вот, так что вот такая вот подушечка получилась, ну, попробуем, может быть, еще вам снять при дневном свете завтра, если он будет, дневной свет наш, вот такая красивая, в общем, симпатичная получилась, мне нравится, размер хороший, то, что надо, все-таки, вот эти 40 сантиметров, 40 на 40, потому что больше она была бы уже крупновата для этой вышивки, вот, потому что черепаха, она у меня побольше, ну, там сама черепаха побольше, вот, сейчас еще раз вам покажу, как будет, как будет, как будет света, вот так вот получилось на форме, в общем, симпатичненько все, мне нравится тканюка, которую я подобрала, она, видите, такая, вроде как будто и небо, и какие-то, как будто, знаете, такие вот пятнышки, ну, в общем, романтичность тоже придает, на мой взгляд, она гармонирует, то есть, ну, такой вот акварельный вариантик, ой, расстанусь с цвета красотой, ну, тем той, кому она предназначается, в мой взгляд, то, что надо, надеюсь, понравится, она не в курсе, что я ее вышивала и шила подушку, это сюрприз, вот такая поглушечка у нас получилась, симпатичная, так, она примерно будет стоять, вот такая вот, ну, а диван там такой, сер-голубой какой-то, в общем, я думаю, что вполне будет симпатична, она не будет не сливаться с ними, тоже имя слишком не будет алиповатый какой-то, ну, так вот, молодежная, как бы, да, дизайн и, собственно, оформление вполне спасибо, что были со мной, если завтра удастся сфотографировать нормально и снять кусочек вам видео, именно при дневном свете, то я вам сниму, ставлю сюда, ну, в общем, как бы все-все поняли, просто сейчас время уже ночью, с пятницей на субботу и, в общем-то, уже дневного света взять негде. Спасибо. Вот закончила я подушечку и снимаю вам ее при дневном свете из окна. В общем, мне понравилось, как получилось, себе поставила, но надо подарить. Вот, удачная, на мой взгляд, ткань подобрана, ну, как по мне, так она тоже такая легкая, как бы, вроде и неба, и в то же время такая романтика за счет вот этих вот пятнышек светленьких. Очень такая нежненькая и очень классно подошла под вот этот рисунок, и хорошо, что я снизу и сверху все-таки сделала полосочки, потому что такая, знаешь, подушка стала еще интереснее. Вот, и вот задняя часть подушечки, вот так она выглядит. Вот, пока вы шовчик, видите, что-то, ну, видно, он внутри спрятан, соответственно, внутри все закрыто. Вот, замену швили, а то там вот эту подушку, эту засунули. В общем, мне, нравится. Спасибо, что были со мной, досмотрели до конца это нудное видео. Заходите на мой канал. Добро пожаловать!